И всем привет, ребят! С вами Мистер Банкель, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового устройства, которое у нас появилось в челлендже. Я, честно говоря, не планировал записывать видос с этим устройством, но в связи с тем, что в последнее время очень большое количество игроков задает вопрос и просит, чтобы я записал видос, сделал обзор на это устройство, мы это дело вместе с вами организовываем. Сегодня речь пойдет о устройстве, которое наносит эффект пробития на страйкере, которое называется бронебойная боеголовка. Это устройство у меня уже есть, и если я не ошибаюсь, выбил я его где-то, наверное, месяца два, может даже три назад, но на нем так особо, наверное, даже и не играл. Может, там пару боев скатал, да и все. Я считаю, вот если просто сейчас без обзора сказать, да, я считаю, что это не самое сильное устройство, которое есть на эту пушку. И, по сути, если у вас есть дистанционный подрыв ракеты, вы на нем умеете очень сильно играть, то, по сути, вам эта бронебойная боеголовка особо так и не нужна. Ну и если сравнивать, например, эту бронебойную боеголовку с тем устройством, по которому мы уже тоже относительно недавно записывали видос обездвиживающей боеголовки, на которой очень быстрая перезарядка в сводке, то это устройство смотрится интереснее, чем устройство с пробитием. Но нужно понимать, что если, например, иммунитеты берутся от данного устройства, то можно взять бронебойную боеголовку, а если есть иммунитеты от одного и второго, то можно просто взять дистанционный подрыв ракет, как я уже говорил, и на нем полноценно наваливать по противнику. Что касаемо работы этого устройства, работа так же само происходит, как на охотнике, то есть у вас есть в сводке одна ракета, которая сводится довольно-таки быстро, но помедленнее, чем на обездвиживающих боеголовках после последнего обновления. И эта ракета с одной сводки наносит эффект пробития. Также почему я считаю, что это устройство не такое импактное и нагибающее, это факт того, что иммунитетов от пробития сейчас в матчмейкинге стало намного-намного больше. Я думаю, что в этом видосе мы этот момент так же рассмотрим, увидим и постараемся все равно как бы реализовать на максимум свою комбину. Возьмем давайте Крусейдера, давно я не играл на этом корпусе, надеюсь, что он хорошо подойдет к этому устройству. Ну и по дрону я думаю, что мы возьмем бустера. Бустер на страйкере смотрится очень и очень круто. Ну и сыграем, я думаю, что, наверное, два боя. Сыграем контроль точек, сыграем TDM, два стандартных режима для пушки, которая наносит урон на любой дистанции, при том, что у меня есть сводка с пробитием. Ну и посмотрим на результат, который у нас получится. Но я до сих пор считаю, что это не лучшее устройство на страйкере. Но все же, если, например, вы не являетесь супер-сверх игроком на дистанционке, либо же вам не нравится дистанционный подрыв ракет, у вас нет устройств на эту пушку, то бронебойный снаряд можно также использовать и реализовывать. Можно даже после пробития, если честно, давать не вторую сводку, а давать сразу же второй выстрел в добавочку. Вот, например, так. И сразу на добавку я бы еще один выстрел добавлял. Нужно также понимать, что зачастую это устройство, которое работает как что-то вспомогающее, да, то есть с тем, что вы наносите пробитие по оппоненту, также могут подстроиться ваши тиммейты. И от этого отыграть, уничтожить кого-то, да, ну, не подсосать даже, ну, короче, подзабрать ваш фраг, который вы номинально могли сделать. Ну и в этом, конечно, нет ничего плохого, но где-то у вас может быть просто меньше киллов и больше вы будете работать на помощь своим тиммейтам. Первую катку на закидывают на Дюссельдорф, как вы уже видите, да, здесь ситуация, в принципе, дефолтная. Наша задача попытаться законтролить вражеский спаун и от него уже накидывать урон, но я думаю, что на таком вооружении это будет сделать крайне-крайне сложно. Ну, сейчас попробуем помансить, выдать сосуличку, например, вот такую вот, неплохую. Еще бы, если бы этого Титана Шапта бы слил, было вообще великолепно, но, к сожалению, мы его не убили. Есть, по сути, на Дюсике в ТДМе и в ЦП, ну, и, наверное, даже в Осаде при не сильном противнике. Очень две грамотные позиции, это либо в правом углу, либо в левом углу на вражеской базе, на которой открывается очень большой обзор. И за счет этого большого обзора вы можете стараться наносить большое количество урона по оппоненту. О, очень хорошо сейчас страйкер отыгрывает, точку я надеюсь, что он заберет. Ну, вот единственное, только в минусах, которые вот прям серьезно бросаются в глаза, когда вы стоите и пытаетесь вот такие вот выстрелы накидывать на вражеском респе, это то, что есть непосредственно нулевой урон, и вот этот вот нулевой урон, это, конечно, беда конкретная. Но если давать пробитие и чуть выжидать тайминга, то, в принципе, это будет работать, и вы будете очень легко уничтожать противника. Так, пробуем, пробуем сейчас еще накидать. Пробитие есть, 12 килов у меня уже, в принципе, ну, наверное, неплохой результат, при том, что у противника, например, в этой катке нет ни одного иммунитета от пробития. А иммунитеты от оглушения как раз-таки есть один, да, есть иммунитеты от поджога в большом количестве. Ну, сейчас иммунитеты от поджога, это да, это очень популярная вещь. 2600, отличный крит, хороший, добрый, 97% овердрайва у меня уже имеется. Обычными выстрелами накидывается тоже очень хороший урон, ну, как и на любом страйкере, в принципе. И попробуем сейчас вот этого молодого человека уничтожить. Ну, благо вот здесь тиммейт мне как раз-таки помог, подстраховал за счет того, что у меня был выстрел с пробитием, он сумел быстро оппонента забрать. Так, кд-шку я себе от кд-шил, пробуем сейчас накидать. Это будет досрочка, и досрочка довольно быстрая. Тиммейт я не минусанул. Поэтому бой, ну, наверное, не совсем показательный. Не совсем показательный, но сейчас посмотрим, сколько у нас за это время даже получится дать киллов. Перед я на страйкере, это очень крутая тема, ну, прям вообще бомбическая. И то, что их количество тоже большое, это очень положительно сказывается на пушке с любым устройством, да, какое бы оно ни было, все равно это всегда дает вам дополнительный буст. 19 на 2, хороший счет. Хороший счет для досрочки за 5 минут, за 5 минут 19 киллов на устройстве. Ну, в принципе, хороший, стандартный результат. Но, что же получилось бы, например, у меня в этом бою на дистанционном подрыве, либо на обездвиживающих боеголовках, я знать не знаю. Да, знаю только то, что на дистанционке можно подорвать ракету в любом месте, где вам выгодно. Да, количество критических выстрелов также будет больше. А на обездвиживающих боеголовках у вас перезарядка быстрее, соответственно, вы быстрее можете наносить урон, да, то есть. А сколько бы я бы дал киллов, ну, фиг я узнаю. Может быть, больше, может быть, меньше, может быть, не пошло бы, да. Что касаемо здесь иммунитетов, есть как раз-таки вот один иммунитет от пробития. И он на ком, надо сейчас посмотреть. А, вот как раз-таки вот на этом викинга-твинсе. Я понял, хорошо. Всё, он на викинга-твинсе. Тогда мы будем стараться уничтожать всех, кроме него. Ну, чтобы быть максимально полезным на своём вооружении. Так, хороший выстрел залетает. Сразу с пробитием можно было бы ещё тычку добавлять. Но у меня спала ДДшка. Вот, кстати, вот в такой ситуации, если, например, у противника есть резист, и вы наносите пробитие, да, у него нет иммунитета, это очень круто. Вот это, это реально жёсткий плюс для этого устройства. Так, что касаемо киллов, 4 килла у меня только. Здесь, кстати, скорее всего, наверное, досрочки у нас не будет. Ну, единственная досрочка может быть только при том раскладе, если противник не ливнёт с этой карты. Но очень часто с перекрёстка противник выходит. А если выходит, то... Ну, очень тяжело сделать досрочку. Очень тяжело. Да, ну и вот, например, здесь, когда противник прячется, да, с дистанционкой, ты его можешь очень легко достать. Да, здесь ты его можешь достать только за счёт сплэша урона от стен на чек. То есть у противника уже манёвра намного больше. Он может попытаться более грамотно раскрутиться и реализовать своё вооружение. Да, против дистанционки ты, ну, не уйдёшь, ничего не сделаешь. Она тебе всё равно через ограждение накинет урон. Через верх, например, при раскачке корпуса и всё. И всё. И ты ничего не сможешь сделать. Поэтому, когда у вас есть сравнение, это, с одной стороны, очень и очень хорошо, но, с другой стороны, ты начинаешь постоянно себя ловить на мысли, что, блин, так, тут ты не смог реализовать вооружение, да? Тут не получилось, да, максимум сделать. И ты сразу начинаешь анализировать и думать, так, это устройство лучше, это устройство хуже. А вот с этим бы я здесь бы столько бы накинул бы, а с этим бы я бы столько накинул бы, да? И у тебя уже концентрация на том вооружении, которым ты играешь прямо сейчас, становится, конечно же, меньше. Поэтому давайте мы немножко отойдём от этого. Попробуем всё-таки в этом бою сделать как раз-таки максимум на этом вооружении. 10 киллов у меня уже есть. Ну, вот если мы бы набили бы за этот бой от 40 и больше, я считаю, что это был бы очень и очень хороший результат. Поэтому давайте стараться такого результата и добиваться. Так, викинга есть овер. Интересно, почему он его не жмёт? На его месте бы уже давно прожал бы. Пробитие хорошее. Отлично. Четвёрочку сразу на добавочке. Здесь можно без сводки. Ну и плюс охотника, ну, охотника я имею в виду, бронебойной боеголовки, это в том, что вы можете выдать, например, со сводки выстрел, и следующий выстрел сразу же в добавку дать, да? Он будет быстрее, чем ваша сводка. И, соответственно, вы можете добить того уже оппонента, которому нанесли статус эффекта пробития. Это тоже очень грамотный мув на этом устройстве. Ну и не только на этом. На том же охотнике, как я уже сказал, на обездвиживающих боеголовках, это дело тоже работает. И работает крайне эффективно. Так, хоре фриз в упоре. Наверное, стоит прожать торпеду. Отлично. Хорошая соцулечка. 2,700 еще по воску сверху критом докинул. 17 килов у нас уже есть. Нормально, нормально. Пробуем. Пробуем добавлять. Порефриз. Овердрайв не прожимает. Без аптечки его оставляем. Попробуем сейчас с респа ему сразу нанести эффект пробития. Потому что иммунитета у него нет. Иммунитет появился, кстати, у кого-то другого. Так, ну вот здесь он уходит. И уже сводочку как раз таки я крутануть не могу. Сделаем вид, что я отвернулся. Сразу разворачиваемся. Но он едет за мной, короче, я понял. Я понял, я понял, я понял. Все ясно. Все ясно в такой ситуации для меня лично становится. Так, ну 50 на 30 мы ведем. 50 на 30 мы ведем. Ну, это очень хорошо. Было бы еще лучше, если бы мы бы все-таки постарались досрочку оформить в этой катке. Так, у этого молодого человека иммунитет как раз таки. От пробития. Мне нужно стараться накидывать как можно больше урона по другим танкам. И чтобы мои тиммейты как раз таки этого пассажира уничтожали. Если так будет работать, то будет очень и очень хорошо. Великолепно даже я бы сказал. Так, пробитие есть. Добавка есть. Добавочка очень маленькая. Из-за того, что я попал чуть-чуть под заморозочку. И сразу уже хоп и все. И я уже не наношу максимальный урон. С ддшкой по оппоненту. Так, хороший выстрел. Мне очень сильно нравится то, что у страйкера очень хороший сплэш урон. Да. Какое бы ни было бы устройство. Или без устройства страйкер. За счет этого сплэш урона очень большое количество ситуаций выигрывается за счет сплэша. За счет непосредственно сплэша. Это, конечно, не может не радовать. Так, у этого молодого человека как раз таки иммунитет. У того нет иммунитета. Мины пошли. Они в тдм играют и мины на своем диспе ставят. Прикольно. Давайте тогда делать вид, что они мне не интересны. Чтобы они сами были вынуждены выкатываться. Блин, чуть не успел выдать выстрел. Было бы вообще идеально, если он бы залетал бы по шурику. Так, ну, этот молодой человек будет сейчас за мной охотиться. Да, и попасть, конечно... Тяжеловато, тяжеловато попасть. На таком устройстве. 66 килов. У нас 43 у противника. То есть, у нас пока что все идет на очень хорошую и уверенную победу в этой катке. Это, конечно, не может не радовать. Так, это в очередной раз молодой человек, у которого иммунитет от пробития. Так, добавочку здесь даем. Хорошо. Аптечки у меня уже не остается, но 7 минут до конца. Пачкан! У меня 400, у второго игрока 350. И мне сейчас очень сильно интересно, на чем он играет. На чем у него 350 очков. Это очень неплохой результат. Для такого боя. Ой, хороший выстрел залетел. То есть, еще вот если тут сводочка... Оп, супер. Так, сколько у него Нурэй? Нурэй, да? 340. Нурэй. На чем Нурэй играет? Где-то... А, вот! Вика Гром! Вика Гром! Серьезно? Чел мой, Вика Громе набил 340 очков. Везов от Грома нету. Блин, молодец. Молодец. Видите, а говорят, что Гром вообще абсолютно не актуален, да, сейчас? Что он очень слабый. Молодой человек. Набивает на нем какое хорошее количество очков. Вот так вот. И потом записывают эти всякие мистер Нубланьки видосы. То, что Гром нужно апать, он не тянет. А на самом деле он не хуже страйкера нового челленджа. Показывает себя викинга Гром. 29 киллов. У нас отрыв уже в тридцатку от противника. Очень хорошо. Когда у нас такой отрывчик имеется. Так, пробуем доработать. Не знаю, где здесь вообще сосульки эти зажимать. Вот, например, поэтому викинга молоту можно хорошую такую оформить. Сосулечку. Но, по сути, реализация этих сосулек, конечно, сейчас, ну, такая. Не очень. ТДМочки. Где-то ты, конечно, можешь выдать этот дополнительный фраг. Но не сказать, что этот фраг тебе очень сильно поможет. А вот это вот очень крутая тема. Когда у противника нет иммунитета от пробития, который стоит в куполе. Думает, что ты ему ничего не сможешь сделать. А ты ему просто бах! И всё. И унёс. Без шанса. Просто без шанса. Так, викинга молота можно было бы попробовать уничтожить. По крайней мере, дать ему ракеточку хорошую с пробитием. Оп. Добавочку на двоечку. Здесь у вас хотел бомбу прожать. Так, вот этого парня иммунитет, да? Этого иммунитет. А один там ставит мины у себя в тылу. Вот тип проигрывает ТДМку в 30 килов. Он проигрывает ТДМ без шансов. Просто без шансов проигрывает. Он стоит на респе и ставит мины. Знаешь, тема? Прикольно? Круто. А, так это и даже не титана пулика. Это вот этого молодого человека мины. На викинга. Магнуме. Ух ты ж гений какой. Ох ты ж гений игры. Ну ты гений. О, и кстати, сводочка не слетает. Видели? По идее, должна была, наверное, моя сводка слететь. Того оппонента. Она не слетела. Давайте сейчас проверим, насколько сильно сводка работает. Вот, например, отвел. А, слетела. Хорошо. Ладно, тогда там просто тайминг, значит, хороший я поймал. Просто поймал хороший тайминг. Так, сводка все равно слетает довольно быстро. Так, 105 килов, 4 минуты до конца. Скорее всего, мы досрочку в этом бою не сделаем. Скорее всего. Так. Так, но попытаться нужно, попытаться нужно ее оформить. Так, без аптечки остается этот молодой человек. Вот того иммунитет от пробития. По нему накидывать особо смысла нету. Особенно, когда он под куполом стоит. Потому что я ничего не смогу сделать. Это, кстати, очень грамотная раскладка иммунитет от пробития на Титане. И никто ничего не сможет сделать под куполом. Ты будешь максимально бессмертный. Максимально бессмертный. Это, конечно, с одной стороны, для меня лично плохо. Но для того игрока, который играет на этом Титане, это очень-очень правильный мув. Очень правильный мув. Мы, кстати, сейчас попробуем его сосулькой ваншотнуть. Ваншотнуть, не ваншотнуть? Интересно мне знать. Ну, 3400. Ваншота бы не было, если у него фуловый Титан. Но урон хороший. Нанесли. Так, 2 минуты 40 секунд. Будет ли досрочка у нас в мою? Нам надо 33 килла. Если сильно постараться, то, наверное, можно сделать. 42. Я хотел, кстати, сороковочку дать. У нас уже 42. Хорошо, идем. Отлично, идем. Отлично. До 1000 очков, конечно, я не дотяну. Уже. Но так, в принципе, результат достойный. Результат достойный. Так. Хочу от этого магнума слить. Но как-то очень-очень сложно по нему попасть. Очень-очень сложно. Команда противников, ну, если честно говорить, довольно слабая. Довольно слабая. Для такой катки, ну, наверное, это просто средний, я бы сказал, результат. Просто средний. Да, здесь нет ничего такого сверхудивительного. Это небольшое количество киллов. Но и не сказать, что маленькое количество киллов. То есть, что-то среднее. Может, даже чуть-чуть выше среднего. В принципе, реализацию устройства вы видите всю своими глазами. Ну, а выбор. Выбор уже целиком и полностью за вами. Считаете ли вы нужным для себя это устройство? Если вы покупаете челлендж исключительно ради устройства. Да. Есть ли у вас устройство, помимо вот этого, да. Если вы купите на страйкере какие-то, да. Играете вы вообще на этой пушке? Не играете. Есть очень много всяких разных факторов. При которых вы сами для себя можете понять. Нужно ли вам оно или не нужно вам оно. Да. Ну, и, наверное, для тех ребят, у которых уже есть какие-то устройства на страйкере. И которые покупают челлендж исключительно ради непосредственно устройства на страйкере. Да. То на их месте я бы очень сильно задумался, да. Надо ли вам оно. Ну, а так. Устройства, ну, вполне играбельные. Вполне играбельные, да. Если бы у меня, например, на страйкере не было бы никакого устройства. И я бы не играл бы с дистанционным подрывом. Да. Не умел бы им владеть. Либо же просто, да. Он мне не нравился. То я думаю, что я бы для себя бы вот это устройство бы, конечно же, приобрел. Я бы это устройство приобрел. И я бы его бы старался бы очень грамотно реализовывать. Но также нужно понимать, что все же в боях встречается уже намного больше иммунитетов от самого пробития. Которое и наносит этот страйкер. Как-то так, друзья. Как-то так, как-то так. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь, друзья, обязательно на канал. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новый видеоролик. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого устройства. Что вы думаете по поводу, возможно, каких-то своих вооружений, да. Которые вы бы хотели видеть в будущем. Вы можете тоже что-то предложить написать. Ну и также, друзья, не забывайте о теге создателя контента, который находится у нас в настройках игры в аккаунте. Мой личный тег создателя контента это TeamP. Здесь вы его можете найти. И если вы поставили себе сначала тег. Да, кстати, где тег? Вот. Поставили тег. Произвели какую-то покупочку в магазине за реальные деньги. Переходите сразу же в описании к этому видеоролику. Видите ссылочку на форму. Заполняете форму и участвуете в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкойнов. Я продлил этот розыгрыш, можно сказать так, да. И я думал, что у нас итоги будут 25 января. Но пока что у нас довольно маленькое количество участников в этом розыгрыше. И я принял решение, что мы его еще на 1 месяц продлим. Поэтому итоги у нас этого розыгрыша, как по мне, довольно-таки масштабного, будут 25 февраля. Поэтому обязательно принимайте участие и кэшбэкайте. Кэшбэкайте. Можно так вот хоп. Например, пятерочку танкойнов. 5 тысяч танкойнов. Что я думаю, неплохо, неплохо. Лишними я думаю, что точно не будет. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.